Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Георгиевич, доброе утро. Доброе утро. Раз вас приветствовать на Псковской земле. Ну, в первую очередь, хотелось бы понять ваше отношение к этому расхожему выражению. Наше образование лучшее в мире. Вы как, согласны? Это очень сложный вопрос. Он, к сожалению, длинный. Но я постараюсь ответить максимально коротко. Наше образование такое, какое оно есть. Дело в том, что возникает вопрос, что люди хотят от образования. Вот есть такое замечательное, очень известное международное исследование качества образования, которое называется ПИЗа. И кроме того, что оно проверяет, как наши школьники умеют, наши девятиклассники, выпускники основной школы проверяют, как они умеют применять свои знания на практике, оно еще сопровождается анкетой, которая выясняет некоторые отношения детей к образованию. И что же оказалось? Что наши школьники абсолютно уникальны. Они хуже всех в мире оценивают систему образования, но больше всех в мире любят ту школу, в которой они учатся. Ум, Россию не понять. А все-таки есть... Да, и аршинам, в общем, не измерить. И это совершенно понятно. Но если теперь немножко уйти от этих вещей, таких поэтических, то, наверное, нужно сказать, что когда-то советское образование было действительно одним из самых результативных в мире. Результативных. Речь идет о 50-х, 60-х годах, когда мы делали космические корабли, когда мы делали автомобили, которые были на уровне мировых стандартов. Я говорю, предположим, о победе в Москвиче. Но потом время шло, а мы впали в период застоя. Менялось время, а в школе порядки не менялись. И мы начали отставать. Наша школа стала архаичной по отношению к тому миру, который его окружает. Но это в какой момент, на ваш взгляд, это произошло? Ну, это начало происходить во второй половине 70-х годов. Потом мы о школе забыли, потому что нам хотелось очень кушать. А потом мы о ней немножко вспомнили в начале 2000-х годов. А теперь как-то она у нас существует на каком-то периферии сознания. На мой взгляд, изменения, которые происходят у нас в школе, они не успевают за теми изменениями, которые происходят в обществе. Ну, давайте представим себе маленького ребёнка, который подходит к телефону и начинает учить маму с папой, как ему скачать игру. Вы никогда такого не проходили? Да, я видела, почему нет. Да, или когда маленький ребёнок, который ещё плохо ходит, подходит к телевизору, начинает раздвигать экран. И когда он не раздвигается, он страшно злится. В этом смысле учитель, который находится в закрытой аудитории, который не привлекает никакие знания, который находится в той самой ненавистной старшем поколении глобальной сети интернет, в том числе мной, потому что когда мне нужно купить через интернет билеты, я страшным образом напрягаюсь. Потому что для меня это целый подвиг. С трудом верится, если честно. А для ребёнка это его жизнь. И вот эта школа, закрытая в прозрачном обществе, это очень несовременно. Она рано или поздно будет вызывать страшное раздражение, и она уже вызывает страшное раздражение и у родителей, и у учеников. И как это не смешно у учителей? Ну вот если, опять же, сделать несколько шагов назад и вернуться в конец 90-х, Вы, Анатолий Георгиевич, если я не ошибаюсь, были из числа прогрессивных директоров, которые в перестроечные годы, потом уже в Новой России, стали внедрять разные новшества. В том числе занимались восстановлением гимназий. Почему возникла такая идея необходимости? Или те самые 90-е, когда все рвались хоть куда-нибудь, что могу, то и переверну? Нет, ну, вы знаете, как бы здесь я буду врать как свидетель, как очевидец, точнее, вот есть такое выражение. Но постараюсь рассказать то, о чем мы тогда думали. Дело в том, что перед нами не стояла идея воссоздания российских гимназий. Мы понимали, что школы должны быть разными. И нам очень хотелось, чтобы у разных детей, у их родителей с разными потребностями были разные возможности реализовывать школы. У нас же была школа, вот никто сейчас не помнит, то ли советская власть, единая, общеобразовательная, политехническая. В этом названии сконцентрировано все, кто учился в советской школе, он хорошо это значит. Она должна была, главные предметы это инженерные, естественно, научные, это математика, это физика. Это главное, второстепенное искусство и так дальше. Она должна быть единая. То есть, вот в эту неделю во всех школах России проходит теорема Пифагора в шестом классе. И это было именно так. А что в этом хорошего? Потому что давайте немножко отличим. Давайте сравним Якутию и Кавказ. Неожиданно. И представим себе, во-первых, что девочка в Якутской, одиннадцатиклассница в плане физического развития. Она, собственно говоря, ну как вам, семиклассница кавказская, адекватно. То есть, одной уже замуж вроде как пора, но, по крайней мере, она мужчинами интересуется. А вторая еще совсем такая вот девочка-девочка-девочка-девочка. Кроме того, в Якутии трудно понять великие стихи Евгения. На холмах Грузии лежит ночная мгла. И что такое... Но при чем ждут станы Пифагора? Я вот все жду. Правильно. Ну, хорошо. Вы, значит, Пифагора мы оставим. Все остальное мы, значит, литературу, биологию, это мы... Вы знаете, у нас был такой случай, чтобы вы просто понимали. В Норильске мы реализовывали проект. А в Норильске очень большие каникулы, потому что там за Полярным кругом очень большие каникулы. И мы выяснили, что все дети не знают, как выглядит их родной город летом. Их увозят в мае, привозят в сентябре, увозят в снег и привозят в снег. Вот в этом смысле... И мы сделали проект, который называется «Моя родина летом». Когда сделали фотографии и показывали город, который не видит... Так, в общем, одним словом возвращаясь. Мы делали гимназии, потому что мы хотели делать разные школы. Если бы я сейчас делал, я бы, наверное, не делал такую школу, которую делал тогда. Я бы делал другую, но тоже не похожую на другие. Но вот ваша школа тогда была... Точнее, называлась педагогической. Вроде как там даже был предмет педагогика, который вывели. Что значит педагогическая школа и чему на этих уроках можно учить школьников? Отлично. Вот тут все нормально. Значит, педагогические классы в нашей школе появились, когда она еще не была гимназия. Дело в том, что вообще с учителями здесь большая проблема. Вот если у нас школа довольно архаична, то система подготовки учителей у нас чрезвычайно архаична. Глубоко архаична. Вот представьте себе, что оканчившая девочка 11 класс идет в педагогический вуз, потому что она любит свою учительницу. И потому что она ничего и ни одной профессии, кроме как учительской, вообще в жизни-то не видела. И, значит, на четвертом курсе она первый раз приходит в школу и понимает, что она никогда в жизни не будет больше учителем. Но диплом ей нужен, она заканчивает, поэтому мы так часто видим у выпускников педагогических вузов в гостиницах, на радио, на телевидении. Да, у нас тоже есть такие выпускники, присложившиеся к педагоге. Да, их достаточно много. И в этом смысле, и в этом смысле. Школа – это место, в котором ребенку нужно пробовать отказываться, ошибаться. У нас школа такая правильная, что аж тошнит. То есть в ней надо говорить все только правильно, понимаете? В ней отметку ставят не путем сложения, а путем вычитания от идеала. И вот эта великая пословица, что учители… Господь Бог знает на пять, я на четыре, которые учители говорят, а вы в лучшем случае три. Но если ко мне будете хорошо вести, то это будет по-другому, то это вы получите больше. Это воспитывать ничего, кроме раболепства. И это одна из главных… Ученик всегда в пристройке снизу, он всегда в чем-то виноват. Его не радует в том, что… Я был в одной стране, не буду ее называть, и ученику выдали аттестат в октябре, потому что он не смог его получать в июне. Он не все сдал. И он пересдал все за лето, ему выдали в октябре, ему рукоплескала вся школа, потому что он это получил. И мне было ужасно стыдно, потому что я своим ученикам, которые были двоечниками и не получили вовремя аттестат, выдавал где-то в уголки аттестат, понимаете? И когда… ну, то есть, ну, вроде ты двоечниками… Не торжественно, да? Да, не торжественно. А сейчас была выстроена вся школа, и мы все это дали. Может, это действительно было радостное событие, когда провожает не потому что рад достижения, а потому что провожает. Ну, это как у Хазанова в фильме про школу, про итальянскую школу, я понимаю. Так вот, возвращаясь. Когда мы делали гимназию, нам хотелось, чтобы школы были разные. И это было самым главным. Поэтому сегодня, наверное, нужно делать второй шаг. Нужно понять, что школа прозрачна. А вы считаете, что это второй шаг? Вот после появления гимназии, разного рода лицея, разве не было сделано еще ряд каких-то новаций, преобразований? Понятно, может быть, реформой это назвать нельзя, но за исключением ЕГЭ, введенного о нем, я отдельно хочу с вами поговорить. Тем не менее, мне кажется, вот сама система образования такое поле, где каждый норовит свое зерно посадить. Ну, а в результате мы говорим, ой, а что-то вроде опять ничего не получается. Вот давайте так. Значит, про систему образования. Во-первых, как известно, в медицине образование в футболе каждый профессор. И в этом беда системы образования, потому что все знают, и вот эта знаменитая фраза, из меня-то меня учили вот так, как надо, и из меня же человек получился, пусть меня также учат. Очень умные люди говорят с научными степенями, как учили, как меня учили, не понимая, что изменилось время. Теперь перехожу к ответу на ваш вопрос. Да, действительно, очень многое произошло в системе образования. Правда, многое произошло. А вот что бы вы из того, что произошло, отметили в качестве плюс от того, что пошло на пользу? Кому? Ну, в первую очередь, объектом, соответственно, учеником. Вот смотрите, вот смотрите, если говорить, вы уже произнесли эту сакраментальную буквосочетание ЕГЭ, да, то вот это единственная реформа, которая изменила ситуацию в классе. Я сейчас не говорю с плюсом или с минусом. Я потом отвечу на ваш вопрос, я понял, что вы намекнули, что надо обсудить ЕГЭ. Значит, но я вам могу сказать, что люди стали готовиться к этому экзамену, изменили технологии. Все остальные преобразования, которые мы делали в школе, они были не очень образовательными. Они были в лучшем случае организационными, а чаще всего просто менеджерскими. Вот если повысить зарплату учителям, это хорошо, хорошо, я за то, чтобы учителям повысили, врачам повысили, радиоведущим повысили, я все за все. Но это никак не меняет ситуацию в классе, вот никак. И в этом смысле, когда мы говорим о реформах или модернизации, или изменения, то их на самом деле было очень немного. Итак, единый государственный экзамен, курсы по выбору, которые потихонечку сворачиваются. Вот вопрос, вы доучились, вы филолог, судя по всему, но не инженер. Не инженер, точно. Вот, и вы доучились уже до 11 класса. Вот у меня возникает вопрос, вот зачем вам физика? Я учитель физики по базовому образованию. Ну, представьте, если честно, я задавалась этим вопросом. Вот, я задаю вопрос, вот давайте все зажмурятся, кто сейчас сидит около радиоприемников, и вспомнят второй закон Ньютона. Второй закон Ньютона еще может быть, а если теорема Виета, я скажу, то я думаю, что это будет 5%, в этом смысле. Давайте подумаем, может быть, стоит не все предметы учить в старшей школе? Ну, вот по поводу права выбора я тоже хотела у вас спросить, не только, вот что касается физики, а литературы в том числе. Читать, не читать, и если читать, то что? Если ребенок говорит, я не хочу читать, так может, и не заставлять? Но на выходе тогда, если мы ограничиваем, суживаем, скорее всего, круг предметов, который интересен ученику, не выйдет ли это, так называемый, ну, недообразованный школьник, хотя бы со средним образованием? Кто такой недообразованный школьник? Но большинство ведь именно так и думают. Смотрите, вот смотрите, значит, я как-то прихожу, еще в одной стране не буду популяризировать, на урок, и, ну, хорошо, мне, в общем, повезло, учитель читает вслух с учениками над пропастью вооружения Серженжа, да? Значит, вот он читает, я ему говорю, что это такая великая образовательная технология, и он говорит, ну, поймите, современные дети не будут читать дома одни. Ну, давайте честно себе признаемся, если я за год прочту четыре книжки, выбрав интересные места, то, может быть, среди этих учеников возникнут некоторое количество читателей. Вы знаете, открывался литературный лицей, это было в 90-е годы в Красноярске, и на открытие пришел Виктор Петрович Астафьев. Он говорил очень медленно, с большими паузами между словами, и сначала директор школы сказала, вот, Виктор Петрович, мы открываем литературный лицей, мы будем воспитывать великих сибирских писателей, таких, как вы. На что Виктор Петрович сказал, писателей, не знаю, читателей бы воспитать. И если вы теперь возьмете то, что должен ученик прочесть после девятого класса, и просто сложите количество страниц, то вы поймете, что мы даем ученику такое задание, которое он не может выполнить. И он, кроме отвращения от войны и мир великого произведения, или Достоевского, что там, братья Карамазовы, например, он ничего не получит. Вот представьте себе, вы выращили братья Карамазовы. Я в жизни читал несколько раз братья Карамазовы, каждый раз по-разному. И каждый раз какими-то кусками. Я вам честно могу сказать, я вот подряд ни разу не прочел войну и мир. Вот подряд. Я вам не знаю, я тоже. Войну и мир я так и не осилила. Вот, нет, я ее прочел. Но давайте же, вот еще одно преобразование, давайте будем реалистами. Так что тогда делать? Отказываться от литературы как предмета? Или же менять список литературы, которые рекомендованы к изучению? Хотите, я вам скажу, искать. Я считаю, что самое главное, что сегодня не хватает системы образования российской, это, если хотите, того задора, который был в конце, не в 90-х, в конце 80-х годов, когда учительская профессия популяризировалась, когда учителя выступали на телевидении, еще раз говорю, не великие спортсмены и воины, а именно учителя выступали на телевидении, когда эти вопросы обсуждали не в уголке в 12 часов вечера, а на телеканале «Культура», когда фильм «Чучело» снимался, а не фильм «Школа». Но вы же сами говорите, разные времена. Да, времена разные, но, к сожалению, сегодняшнее время – это время, которое не прибавляет популярности поискам в области образования. И вот, например, последний приказ предыдущего министра Ольги Юрьевны Васильевой, это сделать по предметам искусства, физкультура, зачет-незачет. Ну, вроде бы, хорошо. Вот приходит полненький мальчик, которому плохо, не хочет он раздеваться. А я вам говорю, что это ужасно. По той причине, что если... Вот вы в курсе вообще, как вот эти предметы стали второстепенными? Искусство, физкультура. Во время войны... Это, видимо, прошло мимо меня. Во время войны Великой Отечественной... Меня прошло, я тоже родился после войны, хотя не молод. Значит, во время войны не хватало помещения в школах. И были предметы разделены на те, которые нельзя не преподавать, и те, которые можно не преподавать, если нету места. И так появились второстепенные предметы. И это были физкультура, искусство все. И теперь еще по ним и отметку можно не ставить. Поэтому мы искусство и физкультуру, и школу брали вообще. А когда я прихожу, например, в голландскую или норвежскую школу, страны, которые населением в 14, там, и 8 миллионов выигрывают Олимпиады зимние, то я понимаю, почему. Потому что мне начинают показывать школу со спортивного зала. А у нас спортивный зал стыдливо обводит директор. В том числе и я в свое время это делал от показывающих, и со стадиона. Так все-таки должны быть обязательными какие-то предметы или нет? Конечно. Значит, вот понимаете, всему должен быть предел. И если каждый человек должен прочесть определенный набор классической для этой страны литературы, вообще ведь на самом деле в стране, в которой долгое время была безбожная, литература была нравственным кодексом, который определял, так сказать, нравственные и моральные устои этого человека. То есть, посмотрите на набор Чехова, Толстого. Это был вот этот нравственный код закладывался. Конечно же, человек должен знать свою историю. Конечно же, он должен иметь какой-то базис по естественным наукам и математике. Но этот базис не должен быть больше того времени, который ребенок может отдать школе. Это первое. Второе. Школа закрыта при открытом обществе. Представьте себе, что ваш ребенок занимается физкультурой и достиг спорта, и занимается больших очень успехов в настольном теннисе. Или он выиграл олимпиаду по математике в Новосибирском университете. Почему ему нельзя засчитать эти предметы? Вот почему он еще раз должен это же самое слушать, сделать выбор и нести потом за него ответственность. А вы не допускаете, что у нас мы не досчитываемся математиков, физиков, историков и литераторов, просто потому, что у него произошла неудачная встреча с учителем литературы, истории и математики. Я вам точно могу сказать, что у меня была неудачная встреча с учительницей химии, и для меня до сих пор это самый ненавистный предмет, хотя физика рядом. Но у меня произошла удивительно удачная встреча с учителями литературы, и я до сих пор очень люблю литературу, несмотря на то, что по базовому образованию учитель физики. Другой вопрос. На ваш взгляд, образование все-таки сегодня должно быть платным или бесплатным, и кто за него должен платить? Во-первых, бесплатного образования не бывает. Да, но начнем с того, что действительно ли оно бесплатное? Нет, оно, конечно, не бесплатное, то есть это платит бюджет, и бюджет платит за определенное образование. Ну, например, есть страны, в которых образование платное до 15 лет. Вот ты можешь учиться везде, хоть университет успей кончить, хоть доктором наук защити, все тебе будет бесплатно. До 15 лет сколько успел, а дальше платить? Я не очень думаю, что это умно, потому что 15-летний ребенок учится, ну, не ребенок, хорошо, отрок или отроковица, учится подросток, учится там, где это говорит ему родитель чаще всего. В самом деле. И в этом смысле. И поэтому какое-то базовое образование, конечно, должно быть бесплатно, и в этом смысле это правильно. А вот все дополнительное, вот я бы сказал, что вот я бы не делал столько бесплатного дополнительного образования. Вот что еще называть дополнительным образованием? А вообще слово дополнительное очень плохое. Оно как-то у нас в стране прижилось, а вообще во многих странах это называется инициативное образование. Оно как-то более позитивно, понимаете? Дополнительное образование – это вроде что-то необязательное. А вот инициативное – это хорошо, это я хочу. Ну, наверное, все, что определено стандартом, действительно должно быть, только у стандарта должно быть существенно меньше, должно быть бесплатно. А все, что свыше этого стандарта, наверное, должно быть за деньги. Но возникает вопрос, ведь у нас вот, смотрите, я в Москве сегодня, я родился в Москве, я не виноват, что я там живу, я знаю, что москвичей очень не любят, но я вот родился на Арбате, вот простите меня, пожалуйста. Значит, вот у нас, например, платные парковки, да? Понимаете, одно дело, она платная, я согласен платить, а другое дело, она такая платная, что я просто не могу за нее платить. И в этом смысле, когда мы говорим о платном образовании, то мы должны говорить об уровне этой платы. То есть, если я иду в спортивную секцию, и я должен немножко платить, и это соизмеримо с моей заработной платой, а если у меня еще четверо детей, то это мне тоже все равно хватает, то я за такое платное образование, да инициативное образование. А если, извините, только люди среднего и более высокого достатка, средний класс и высший класс могут своих детей... Я недавно встретился с одним тренером, не буду называть команду, которая всю жизнь тренирует детских тренеров. Он говорит, у нас цены такие, что талантливые дети давно пиво пьют. Так вот, круг замкнулся, получается? Ну, получается, что важны не законы и правила, а право применения. И в этом смысле, наверное, чиновникам на местах, в первую очередь, от образования, культуры и спорта, надо подумать, как сделать так, чтобы человек маломальский, склонный к физкультуре, искусству, наукам, мог за очень небольшие деньги. И второй, надо развивать систему грантов. Ну, вот мой собственный дед учился в университете за счет средства церкви, потому что он был способным, это было до эпохи исторического материализма, то есть при Романовых, и он, его церковь заплатила его учебу на медицинском факультете, потому что он хорошо учился. Вот когда у нас, у нас есть такие вещи, есть фонд Потанина, там есть еще какие-то фонды, которых, я не знаю, но когда это станет... К сожалению, на сегодняшний день благотворительностью боятся заниматься. Ну, здесь я не специалист, почему? Ну, мне кажется, отчасти слишком много сейчас всяких функций списывают на благотворительность отчасти. Есть определенные ведомства, которые должны заниматься разного рода вопросами, решением проблем. А у нас чего-то теперь во главе общественники, благотворительность... Тут мы с вами вышли все-таки за область моей компетенции, и давайте об этом будут говорить экономисты, управленцы политики. Хорошо, тогда на ваш взгляд, как преодолеть и можно ли вообще преодолеть кадровый кризис в образовании? Вот взять Псковскую область. У нас есть ПсковГУ, университет, который готовит в том числе педагогов. Но кадровый голод, тем не менее, ощутим, более 150 специалистов не хватает в области. Как такое вообще возможно? Сапожник без сапог вроде как. Ну, смотрите, на этот вопрос можно опять отвечать 2 минуты, а можно 20 минут, а можно 2 часа. Давайте пойдем по среднему пути. Здесь несколько причин. Первая причина. Очень часто учителя не едут преподавать. Если вы посмотрите, где эти вакансии находятся... Даже вот в пригороде, от окраины города 3 километра. Поселок Родина, пожалуйста, нужен учитель. Да, хорошо, тогда смотрите. Миллион. Что в этой школе не так? Вот что в этой школе не так? Разбирайтесь, почему он в эту школу не идет. Трудно ему туда доехать. Такие отношения, что молодой учитель не приходит. Вы знаете, все говорили о том, что главное, почему учителя не идут в школу, это уровень заработных плат. Провели исследование. Нет. И вы знаете, что оказалось? Оказалось, что причина заработной платы есть, но она далеко не на первом месте. На первом месте это то, что у человека, который приходит в школу, абсолютно нет кадровых перспектив. Вот если раньше человек был почитаем, вот он приходит быть слесарем условно или учителем и уходит с того же самого места на пенсию, это было хорошо. То теперь сегодняшний молодой человек такой без карьерной жизни не терпит. И в этом смысле, в этом смысле надо думать, как внутри системы образования выстраивать карьеру. Вот были, например, проекты, когда учитель, даже при советской власти, я успел это сделать, был учитель, старший учитель и учитель методист. То есть, какой-никакой, но рост был. Какой-никакой, нет, ну это рост, который давал свидетельство, статус. Я вот старшим учителем успел стать, а учителем-методистом уже не успел стать, уже советская власть закончилась, понимаете? Вот такие дела. Я не думаю, что вы сильно огорчились по этому поводу. Я не сильно огорчился, да. Вот все-таки возвращаясь к ЕГЭ, на ваш взгляд, это адекватная оценка знаний современных детей? Очень хороший вопрос. Отвечаю очень точно, потому что много раз на него отвечал. Первое. У меня жена всю жизнь проработала в МГУ. И когда появился ЕГЭ, то она мне пришла и сказала, такого счастья, таких детей, которых я сейчас учу, у меня не было никогда. Потому что и такого несчастья по поводу того, что мне давали листочек, кому какую отметку поставить на экзаменах, это преодолено. И это хорошо. Но это для учителя хорошо, я так понимаю. Это для преподавателя вуза. И для ребенка, который не приезжая в Москву, у него чаще всего на это нет денег, и совсем изменился состав. Понимаете, ведь талантливые рождаются не только у людей с высшим образованием, вот, и не только у людей, у которых большой кошелек. И это хорошо. Это дает возможность реализоваться функцией образования, которые называются социальный лифт. Мы о ней совершенно забыли. Второе. Единый государственный экзамен дает внешнюю проверку качества деятельности учителя. Учителя ненавидят ЕГЭ, потому что они не любят, чтобы проверяли через учеников качество их работы. Я тоже ужасно переживаю, когда это происходит как педагог. Я был в Англии, я видел, когда объявляли результаты экзамена, английские учителя ходят ром такие же сумасшедшие, как и русские. Но есть третье. Есть качество инструмента. У нас запрещена была педология, то есть тестология. В 1936 году педология была первой продажной девкой империализма. Было постановление издано о педологических извращениях в системе наркомпроса. И всех тех, кто занимался тестами, уничтожили. Поэтому ждать, что у нас быстро будут очень хорошие тесты, которые устроят всех, ну, нет. Но работа в этом направлении идёт. Ну, а как же устные экзамены? Ведь их, согласитесь, не хватает. А молодёжь очень плохо говорит. А нельзя их в школе проводить без того теста, который есть на ЕГЭ. Ну, возможно. Вот. Давайте мы это оставим в школе и вменим с вами. Вот мы сегодня тут определяем ей задачу одну, чтобы в школе было место, где поговорить. Вот в одном из интервью сказали, что раньше учили один раз и на всю жизнь, а сейчас это невозможно. Почему? Потому что, когда я был директором школы, мне в качестве одной из наград дали видеомагнитофон. А очень интересно, дали за то, что я дольше всех не бюллетенил в коллективе. Так вот было выбрано. И я этот видеомагнитофон... Достойная награда, да? Я его получил, этот видеомагнитофон. А он был кассетный, а сегодня кассеты уже нет. А вот мой прадед, о сыне которого я рассказывал, он вот научился на железнодорожного работника и закончил свою жизнь железнодорожным работником. Он один раз выучился, и ему на это хватило на всю жизнь. А на сегодняшний день видеомагнитофонов уже нет. И это происходит повсеместно. Меняются лекарства, способы лечения. У вас все время здесь стоит новый микрофон, и по-новому вы связываетесь со звукооператором, который нас выводит в эфир. Телевизор изменился до неузнаваемости. Авторемонтникам вообще не ясно, что делать. Я когда открываю капот машины, а раньше я в машине копался, то теперь я чешу голову и закрываю капот. Потому что я не понимаю, что там происходит. Меняются профессии. Ну что ж, и последний вопрос, который, надеюсь, мы успеем с вами обсудить, это питание в школах. Много тоже, о нем сейчас и говорят, на самом высоком уровне. Вот на ваш взгляд, каким оно должно быть? Как организовано? Вы знаете, вот здесь вот я буду очень непопулярен. Вот очень непопулярен. Дело в том, что в российских школах, в советских, начали кормить, потому что дети были голодны. И школа... Да почему после военной? А после революции. А вообще, когда в России было не голодно. У нас в России не голодно первый раз за всю историю советской власти. Значит, и вот сейчас не голодно. И вот начиная с середины 90-х годов, начало быть не голодно, и теперь не голодно. И в этом смысле это некоторый такой архаизм. Я не поддерживаю вот эти решения, потому что это страшно коррупциемко, бесплатное питание. Я это знаю как директор школы. Я прихожу в школу многих стран мира. Дети приходят в суд, камеры, загревают. Но у нас же сейчас, я вот сейчас говорю, это очень непопулярно. Сейчас СЭС закричит, родители закричат. Родители, подумайте о том, что школа, вы уже можете кормить своих детей. Она не должна их подкармливать. У меня есть такое ощущение. И в заключении личный вопрос. Анатолий Георгиевич, у вас двое детей. Какое образование получили они? Ну, старший, известный всем деятель образования, будем так говорить, который вот занимался Артеком, который был диповерок, водителем образования Тверской области. А младший, тут я, наверное, всех развеселю, когда он учился на третьем курсе физического факультета, педагогического университета. Как все, и мама, и папа. То есть дети пошли по стопам, да? Не, не, он пришел ко мне на третьем курсе и сказал, папа, ты хочешь, я сдам тебе все экзамены на пятерки. Он сказал, я ему сказал, тебе не хочу. Тогда я забираю документы, перешел на экономику и финансы, и занимается бизнесом. Ну что ж, наше время в эфире подошло к своему завершению. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был профессор высшей школы экономики, заслуженный виситель России Анатолий Каспаржак. Анатолий Георгиевич, спасибо за интересную беседу. Приезжайте к нам в гости еще, всегда будем рады. И надеемся, что наше образование все-таки будет лучшим, несмотря на время. Мы будем стараться. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!